Привет, друзья! Вот мы в Керчи. Вон там на возвышенности памятник десанту Эльтингенскому. Здесь поселок Героевка, раньше он назывался Эльтинген. Вот я иду по одной из центральных улиц. Справа, по-моему, Чевноморская ривьера, куда мы помахнулись, зашли сначала. Вот мирно пасутся в козочке, а вот памятник десанту. Ну и подниматься я туда не буду, даже не хочу, потому что что-то жарко. И, наверное, там нечего смотреть. Или сходить, что ли. Откуда только вот проход, тропочка какая-то ведет, мимо козочка, возможно, этих вот. Попробуйте. Вот отсюда ведет такая тропочка, не знаю, может быть там какая-то дорога наверху к этому памятнику. Он подсвечивается вроде бы, стоит вот какой-то столбик с фонарями. А иду я, в общем, покажу сейчас откуда, чтобы было понятно, что недалеко. Но по такой жаре это особенно, кажется, далеко. О, вот где женщина идет, вот тут вот я пришел. Тут тоже полно вот этих ракушечек таких вот, улиток под каждым кустом. То есть они тут живут, погибают, пережидают жару. Те, кто живые, вот таких похожих мы видели в межводном, да и везде их полно. Как только опускается ночная прохлада, роса, они оживают, питаются. А как только жара опускается, они закупориваются и пережидают ее в своих домиках. Так, ну поднимусь, включусь, сейчас выключусь. Так, нет, вот идет тропочка бетонная. Есть тут, тут можно по-крутому подъема подняться, а я пойду по-пологому. Хоть и подольше, но, я говорю, особенно в такую жару, каждый шаг дается трудно. Вот и прям море, вот полоска, видите, поселочек вдоль моря, классный такой, выкинулся. Так, ну решила все-таки сократить немножко. По более крутому схлону поднялся и уже прям, есть чуть-чуть каких-то прям десяток метров, а все уж. Ну вот море, Перчинский пролив. Вот тут ветерочек такой, освежающий дует. Какие-то домики вон там стоят на холмах. Красиво. Вот отсюда красиво, а у самого моря на песке как-то что-то не очень. Песочек какой-то кажется грязненьким. Ну это мое субъективное мнение. Поэтому тем людям, кому тут нравится, значит они находят свою прелесть. И в таком песке, то есть наоборот. Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет, поэтому кому что. Ну это и хорошо, все люди должны быть разными. Нет, в плане вкус и цвета, то есть не одинаковым, тогда и будет мир ярче. Где-то буковки уже обвалились, отпали. Тут цветы излагали, может быть школьники, либо люди так сами пришли, так скажем, почтили. Может быть живы даже те, кто либо участвовал в этом десанте, либо может быть дети, кто тут живет, поселился. Да, жалко, буквы осыпаются, вот прям они у подножия лежат. Здесь список тех, кто удостоен звания Героя Советского Союза. Части и соединения, которые принимали участие в десанте. И вот такая вот группа композиционная. Наверное тут бегущие в атаку, за ними раненый солдат падает сраженной пулей. Там медсестрана тоже, раненым или умирающим склонилась дальше. Здесь вот люди готовятся, наверное, к десантированию на заднем фоне. Да, это было, наверное, тут, так скажем, ужасно идти под пули. Здесь наверняка была крепкая оборона у фашистов. Это люди действительно герои, кто на такой пошел, выдержал, стоял. Я так понимаю, они закрепились здесь. Хоть им не удалось в тот момент освободить, начать отсюда, так скажем, наступление по освобождению Крыма. Но плацдарм они заняли, оттянули на себя силы противника, которые могли быть задействованы на других участках фронта, фронтов. Попробую подняться к чаше, может быть там что-то тоже есть. И холм там вроде чуть выше еще. Человек отдыхает там в тени холма. И не чаша, вернее. Прорезируется к чаши или флагелу. Надо почитать, что это символизирует. Какая-то ниша для обслуживания, наверное, этого сооружения там присутствует. Вот, поднимемся по одной же памятнике. Ну или на вершину холма. Хорошие виды отсюда открываются. Мост тоже видно. У вас бинокля нет? Нет, бинокля нет. Ну вот немецкий ДОТ, недалеко от памятника десанта. Здесь был командный пункт нашей армии. Вот отсюда они из ДОТа стреляли по наступающим нашим войскам. Здесь все было голо, никаких не было ни деревца, ничего спрятаться было негде. Они его штурмовали, этот ДОТ. Вход в 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 ДОТ. зайду сниму. Там фамилии всех героев. Вот памятник, он корабль десантный наверное. Я спросил, чтят сейчас ли памятники, приходят ли. Он говорит, ну видел он осенью, когда годовщина десанта, что школьники, подростки одетые. Бушлаты, фуфлайки тогдашние, вот эти, как они назывались, ватники. Вот, что они приходят и возлагают цветы. Потому что он приходит тоже в это время. Ну, подобные вот орудия мы видели в Новороссийске. Бомбы вот такие же. Или что это торпеды какие-то. Мотобот ПВО. Проект 165 тип ДБ. Вооружение 37 мм пушка 70К. 27 мм зенитный автомат Эрликон. Сразу пляж. Люди видны мимо памятника сразу на пляж. Люди спокойно отдыхают. Неселятся, радуются жизни. Мотобот-катер ПВО 24 затонул в Камыш-Бурунской бухте по ночи 25 на 26 ноября в ходе неравного боя с немецкой быстроходной десантной баржей. Погибли до конца с полных воинских долг. Вот я засниму. Почитаете ли? Все перечислены. 11 неизвестных воинов-десантников, находившихся на борту. Направляющихся в элитиген. Остальные, кто известный. Восстановлен он был. В ноябре 43-го принимал участие. Потом, видно, восстановлен, поднят. На таких вот мотоботах сюда плыли. Там вот воронка винеется. Когда смотришь с паруса. Не с паруса, а с блиндажа. Это, говорит, бомба. Я так и не понял, чья немецкая или наша. То есть огромная бомба. Там в рост человека. И он, говорит, вот никак не меняется ее очертание. Как она вот была, только заросла, говорит. А вот как она была, так и эта. Осталось. Не осыпается, ничего. То есть тут как интересно. Так, ну и все. Здесь территория закончилась. И будет вот музей. С левой стороны. Сейчас перейду я дорогу. Проезда. Погиб генерал-майор. И в честь немала звали улицу. Там территория. Это поля, по-моему, растут. Ух, там громыхает. Не попасть бы. На вон стороной. Прям вот как именно его на пролив несет этот. Шторм или что это такое. В грозу. Эту. Вот схема. Музеев историко-культурных объектов. Так, мы сейчас находимся в музее истории Керченского ильтингентского десанта. Вот четыре. А 12 это у нас технологическая модель. Нет, это не там 13. Античное городище Нинфе. А 13 это технологическая модель скалеподиметра. То есть есть настоящий скалеподиметр. А это зеленый какой-то модель его. Это предупреждающая у нас табличка. Правила для посетителей. Когда выходной. До шести. В летний. Зимний. До пяти вечера. Время проведения экскурсионных групп. Обслуживание часа работы кассы. По вторникам почему-то как-то отдельно у них вот написано режим работы. Обслуживание экскурсионных почему-то вторник отдельно как-то выделен. Информация. Стоимость билетов. Подложность экскурсии 1 час. Взрослые 120, пенсионеры 100, студенты 100, дети до 16 лет бесплатные. Экскурсионный рассказ. 150 рублей с человека в составе группы. Минимальная численность группы 10 человек. А сегодня, по-моему, как раз у нас и понедельник. Так что музей посетить нам не удастся. Жаль. Поднимается ветер. Вот, да, сносит туда ее тучу. Может и меня накрыть немножко. Надо давать деру. Перемещаться ближе к локации. Дом. Ну что, такая маленькая обзорная экскурсия получилась по Геройскому. Поселок Геройское. Есть и хорошие тут места. Есть и не очень. Как и везде. В целом, душевно.